На первом месте по уровню загрязнения воздуха стоит поселок Строитель, затем центральный район Рязани и далее поселок Сысоево. Причиной проблемы являются в большей степени предприятия города. Ежедневно четыре раза в сутки происходит мониторинг атмосферного воздуха. Занимается этим вопросом служба при Рязанском гидрометцентре. Наибольший вклад в загрязнение вносит у нас сероуглерод. В 2016 году было зафиксировано 7,9 ПДК, его превышение, это в центре города. Но я могу только сказать, какие предприятия выбрасывают сероуглерод. Это черная металлургия, производство бумаги, целлюлозы и, соответственно, химических волокон. Эти производства у нас существуют в Рязани и еще бы я сказала нефтеперерабатывающая промышленность. Все превышения по предельно допустимой концентрации, зафиксированной в гидрометцентре, передаются в соответствующие структуры, которые ведут борьбу с загрязнением. Во втором полугодии 2016 года Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры была проведена проверка исполнения воздухоохранного законодательства. В результате было вынесено более 20 представлений предприятиям, которые производят несанкционированные выбросы загрязняющих веществ, используют неисправное оборудование и имеют массу других проблем. Три предприятия не отреагировали на представление, в результате чего им были предъявлены судебные иски, которые возложили на них эти обязанности. Нарушения воздухоохранного законодательства допускаются предприятиями, которые находятся на площадках бывших заводов. Химволокно, Центролит. Свои нарушения, можно сказать, они маскируют. Или эти нарушения, их не так просто выявить, поскольку действительно в санитарно-защитной зоне одного предприятия находится другое промышленное предприятие. Но тем не менее, общими нарушениями является то, что не все источники загрязнения атмосферного воздуха нормируются. То есть производственная деятельность расширяется, какие-то наращиваются производственные мощности, добавляются дополнительные источники загрязнения атмосферного воздуха. Однако эти источники не нормируются. Разрешения на выброс загрязняющих веществ не выдаются органами контроля. К тому же имеется выброс не только из несанкционированных источников, но и из неисправного оборудования. Так вот, недалеко от предприятий, расположенных на территории, например, химволокна, живут люди в поселке Строитель. По сравнению с городом, конечно, здесь безобразие, дышать здесь нечем. То есть я не представляю вообще, как здесь вообще можно жить. Очень большая просьба чиновникам откликнуться, помочь нам в этой беде, проживать здесь невыносимо. То есть я считаю, что это очень опасно для здоровья, очень опасно. Здесь в основном детки, у всех абструкция, все детки больные. Кто проживает в этом районе? Да, какой-то присутствует запах, и даже не понятно от чего, либо это от завода, либо от какого-то, даже болотом что-то таким вот дает. Немножко химикаты есть, да, чувствовать, бывает. Большое количество детей живет и в других районах города. Примечательно, что станции забора воздуха, относящихся к гидрометцентру, всего четыре. Они есть в центре города, в поселке Сысоево, в Приокском, в Строителе. В районе Дашковой Песочни и в Московском районе их нет. И понять, что происходит в этих частях города, практически невозможно. Однако, существуют мобильные станции, ими располагают еще два ведомства. Общественники имеют на этот счет свое мнение. Хотелось бы, чтобы в 2017 году все стационарные посты, у нас их должно быть как минимум шесть, перешли в службу гидрометеорологии. Потому что они эту работу проводят качественно, они подчиняются Москве, они независимые, и достоверность этих данных, я думаю, будет выше. Проверка проходит качественно. Но что делать с тем, что Министерство здравоохранения России вместо борьбы с причинами проблемы просто повышает предельно допустимый уровень концентрации вредных веществ? Формальдегид. Вот, если бы у нас остались старые ПДК, то у нас бы уровень по формальдегиду был бы высокий. Потому что у нас средняя суточная концентрация за 2016 год составляет 4 ПДК. А с новым ПДК 1,2 ПДК. Сами видите, какая разница. Эту ПДК повысили в 2014 году. Также предельно допустимая концентрация повышена по диоксиду азота. Если раньше Рязань находилась в числе городов по его превышению, теперь с помощью такого метода наш город выровнялся. Так что плохой воздух становится нормой. Но даже несмотря на это, с каждым годом ситуация в городе становится все хуже. Так как у нас по бензопирену еще концентрации не все пришли, предварительно я могу сказать, что уровень загрязнения в 2016 году по городу Рязани высокий. Если сравнить с прошлым годом, в 2015, то у нас был повышенный. Соответственно, у нас воздух ухудшился. Есть масса веществ, о которых сегодня мы не сказали, но которые имеют превышение по своей концентрации. Самое страшное, что это влияет на здоровье людей. Хочется верить, что в этом году показатели экологии выровняются благодаря действиям и методам борьбы с загрязнениями, в первую очередь на предприятиях города.